Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok 6-го числа он должен быть на работе Предначальник кадров позвонил Субтитры делал DimaTorzok Завтра? Да, завтра должен быть. Кто тут специалист? Химчук смотрит, да, третий кто был? А третий, я так понял, что он новенький, потому что я его в первый раз видел, ну то там он есть, не видел, просто. Вот это, да, кислый. Кислый? Это новенький, да. С поставной, да? Да. Ну, я думаю, что вместе с ним, а вот там уже, знаете, они хорошо, как они знают. Да, может, не знаю, но пойти в бутылку. Трахимчук и Шеденко вдвоем. Ну, это в суде будет оспариваться. Есть свидетели, которые на переезде стояли в машине, у них здесь нету, ну, не показано. А это есть свидетели? Есть, конечно. Они живут вот рядом, стояли в очереди. А вот в машине сидел человек со мной, он не видел его, когда ударил меня. Протокол он мне не отдавал, сказал, я пошел в машину, сел себе, типа, я должен за ним бегать там. Мне же тут страшно. Что вы кричите? Что вы такое? Я свидетель. Какой свидетель? Чего? Машина. Хорошо, присядь, оставься, сидите себе в машине, ровно. Все, уважаемый. Ровненько посидите себе, деколечко, и все. Ну, подышите, и все, себе, ровно. Так, мы требуем все, чтобы этого ровного инспектора сейчас, сейчас, не завтра, не послезавтра, или давайте нам адрес, мы сейчас едем в Хотяну. Я только что сегодня начинал справа, что завтра. Его надо, да, и уже. Оборотенько. И прямо, чтобы он сейчас прибыл. Ну, все, тут дальше уже додивлюсь. Все, ровно. Достатньо. Вот, я думаю, что вы скажете по этому поводу? Это нормальное поводжение? Нет, не нормально. Не нормально? Он должен дальше внести словами? Будем разбирать. То результат будет только после проверки. Это не один случай. Зайдите кто-то на канал Ларченко, там три других с ним моменты есть. Да ладно, то все пенеет, то мы ее показали. Знаете, вашу точку зору. Меня зовут Андрей. Андрей, я очень бы хотел, чтобы сейчас, пока все здесь собрались, чтобы действительно писали коллективное заявление, чтобы мы это присоединили к тем материалам проверки, которые проводятся сейчас, руководством прокуратуры по этому инциденту, чтобы действительно было принято реально правильное решение по этому сотруднику и по тем сотрудникам, которые там присутствовали. Мы хотим у этого сотрудника отобрать пояснение такого же, поэтому мы вымогаем, чтобы его доставили зараз мы. Нет, ну от него пояснение, ну вид, не берет телефон, я же приват звонил. Я в кадр позвонил, в кадр сказали, что завтра мы ходим на работу. Не завтра, не завтра, мы приехали сегодня. И приехали не просто так. Нет, я сейчас доложу руководству по этому инциденту. Для этого я хочу, чтобы обязательно, ну как, где я ему привезу, куда я его привезу? Вы можете зараз выдать наказ, что он в инциденту экономической службы? Я наказа не выдаю. У нас мы даже не имеем права писать ни распоряжение, ни наказа, ни доручение. Наказ доручения пишет только начальник на сегодняшний день райотдела или начальник управления ГАИ области. Мы по закону не имеем права ни выдать доручение, ни выдать доказ, тем более какой-то, ни выдать какой-то распоряжение. Законом отделения ГАИ, которое переподчиняется, у нас есть руководство, этим не предусмотрено. Так нет, это всегда так и было. Здесь сидит начальник ГАИ области сейчас. Начальник ГАИ области Р-103. Почему не на работе? У нас рабочий день каждый день. Я и в субботу, и в воскресенье всегда на работе. Надо, извините, говорить о встрече, ехать к нему, чтобы это было минимальное совмещение, потому что это дальше. Надо сейчас записать коллективную заявку. Да, я что-то говорю. Надо, должно быть, оставание. Можно вас попросить, я читаю, не стою.